Николай Георгиевич Гарин-Михайловский Дневник во время войны Читает Евгений Бразов-Брушковский 29 мая Сегодня я познакомился с одним крупным подрядчиком из китайцев Он говорит прекрасно по-русски Через переводчика я разговаривал и с другими китайцами Вот какая картина взаимных отношений мне вырисовывалась на основании моих разговоров и всего моего предыдущего знакомства с китайцами Классифицирую китайское общество более заметных слоев так Во-первых, чиновники Во-вторых, купцы В-третьих, крестьяне-земледельцы В-четвертых, бродячий бездомный элемент Чернорабочие, нищие Из этой среды и хунхузы Чиновники и купцы – интеллигенция Оба эти класса, в общем, враждебны русским Они шокированы, они оскорблены невежливостью Их глумлением, их непониманием и нежеланием понять людей, имеющих на то право как физически более сильных При таких условиях эти два элемента – русская и китайская интеллигенция, масло и вода – они соединяются только до тех пор, пока взыбалтывается посуда, только временно, под давлением и чисто механически Отсюда упреки русских в неискренности Неискренности человека, над которым занесен уже меч В материальном отношении для этих двух классов китайской интеллигенции русские тоже не представляют никакого интереса Для чиновников русские – только подрыв их авторитета, без возмещения при том чем-либо более существенным в виде денег, взяток и без награды за это умаление значения их среди населения Для купцов, как класса, сложившегося еще до прихода русских, торговое значение русских сводится почти к нулю Русские дают большой заработок земледельцу, рабочему, всякому производителю, но роль посредников между производителем и потребителем, то есть роль купца у русских за ничтожным исключением, занимают свои Для китайского же купца прямой выгоды от этого никакой Его прямые интересы тесно связывают его не с нами, а с японцами, которые покупают у них большими партиями всякого рода хлеба, жмыхи, удобрения И с американцами, которые продают им разные товары Теснее связаны эти два класса с японцами и родством культур, обоюдным пониманием, той же обязательной для цивилизованных классов обоих народов вежливостью Все это вместе делает то, что и чиновники, и купцы, не будучи пока активной силой, потому что не хотят и боятся рисковать своим положением Выбирая из двух зол, несомненно, предпочтут меньшее для них Влияние японцев, а не русских Не забудем при этом, что японцы, как и англичане, умеют щедро оплачивать оказываемые им услуги При таких условиях китайский чиновник энергично соглашается с купцом, когда тот говорит, что с приходом японцев сразу оживится торговля Хотя бы тем, что откроются опять моря, без которых нет товаров Нет товаров, нет и торговли, нет и доходов, необходимых для купца и для чиновника, через того же купца Что касается земледельческого класса, то, как и везде, он и здесь наиболее инертен Русский или японец, но хлеб надо убрать, а потому худой мир лучше доброй ссоры Хлеб надо продать, и, несомненно, что русский заплатит за него дороже, чем японец, при всех его открытых морях Да, пожалуй, с точки зрения этого, по своему существу, крайне консервативного, реакционного класса и моря Кроме зла, дорогих новинок, порчи нравов, ничего другого не приносит А, пожалуй, русские в этом отношении со своей чуждой цивилизацией, не имеющей никакого влияния на их нравы и быт, лучше даже японцев Только бы женщин не трогали, да платили бы А русские платят хорошо за продукты, и при том русскими, но настоящими рублями А японцы платят, хотя и русскими, но не настоящими И этот факт уже учитывается Я видал эти фальшивые деньги Рублевая бумажка очень хорошо сделана Трехрублевая хуже, но не настолько плохо, чтобы Китай смог различить разницу Остается бродячий элемент с хунхузами во главе Тут, по-моему, весь вопрос сводится к тому, кто дороже заплатит Причем, вследствие испорченных предыдущим поведением отношений, русским придется платить дороже и быть, как и со всеми аборигенами, очень вежливыми Хотя бы вследствие большой конкуренции в этом отношении со стороны врага нашего, японцев А то и деньги не помогут И какой-нибудь начальник отдельной части, хвалящийся, что поркой он получает все, тогда как соседние части голодают Преступник перед родиной, перед общим громадным делом И неуспех будет создан такими Я уже писал, что так же смотрит на дело и вся высшая администрация, да и громадное большинство в армии На днях в большом обществе Сергей Иванович сумел выяснить настроение большинства Говорил какой-то офицер и хвалился, как у него все это просто и скоро устроено И поверьте, закончил он, что ни один хунхуз, будь он как угодно переодет, от меня не скроется Публика слушает и сомневается А вы как же их узнаете, насупился Сергей Иванович Как? По рукам узнаю Нет мозолей, значит ничего не делает, играет в карты Помилуйте, что ж это за приметы По этим приметам все клубы Петербурга и Москвы битком набиты хунхузами И при общем хохоте Сергей Иванович скромно исчезает в толпе офицеров А за ним стушевывается и оратор, чувствуя, что все впечатление разбито Надо заметить к тому же, что руки китайского работника нежнее рук нашего Его инструменты, игрушки в сравнении с нашими Работа его ничтожна по количеству Он работает тихо и с большими перерывами При таких условиях, да часто еще и работе в рукавицах О каких мозолях может быть речь? Читается по изданию Николай Георгиевич Гарин Полное собрание сочинений Том 6 Петроград Издание Товарищества Маркс 1916 год Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok